Всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов 3wbudushin.ru, 3wbudublog.ru и 3wmakevara.ru Совсем недавно я выпустил подкаст, в котором рассказывал о том, как хорошо работать голенью на плоской макеваре, ну то есть обычной классической макеваре, доска, да, пружинища Вот, я рассказывал о том, что, по-моему, как я считаю, мнение мое личное, плоская доска для набивки, голени и постановки удара подходит гораздо больше, чем на круглый столб или дерево, ну или что-то круглое То есть объяснял, почему На что, значит, пришел такой отзыв, если человек пишет, и он отразил в этом отзыве, наверное, мнение большинства сомневающихся, хотя он уже сам, этот человек, не является сомневающимся Он что написал? Он написал, что поначалу испытывал некие, ну, дискомфорты при работе голенью по макеваре плоской из-за того, что боялся попасть по кромке макевары, то есть по краю, в угол, как бы, у бойка, да И поэтому был легкий психологический, но дискомфорт Что можно, значит, сказать по этому поводу Вот тем-то как раз и хороша макевара плоская, что она позволяет вырабатывать навык правильного приложения силы на поверхность доски То есть нельзя по ней бить неправильно, макевара это немой, то есть учитель, не в смысле, что немой или не ваш, а неговорящий Она ничего не говорит, она показывает, правильно вы делаете или неправильно Вот в этом ее огромные преимущества перед всеми снарядами другими И, конечно, когда макевару портят, значит, надевая толстые чехлы на него для того, чтобы сбить можно было по ней, скажем, так абы как, как угодно То вот этот вот, скажем, аспект вообще теряется То есть момент приложения силы становится, ну, возможен под абсолютно любым углом, как бог на душу положит Даже при неправильной технике Макевара уже правильно сконструирована, она заставляет бить обязательно правильно Поэтому на самом деле лучше, в том числе при закалке боли, не бить по плоскому макеварю Чтобы выработать правильный навык приложения силы Причем бить нужно с разного расстояния и находясь к макеваре под разными совершенно углами Это важно Очень Тогда вы из любого положения будете бить так, как это правильно С правильным вектором приложения силы Вот это вот очень важно Можно ли на начальном этапе, значит, макевару замотать чем-то, да? Ну, то есть обернуть ее так, чтобы углы вот эти стали... Ну, чтобы их, пусть-то, хотя бы не видеть, да? Ну, можно Вот мне Сергей Бадюк недавно позвонил и говорит Я, говорит, обрейд макеварей сделал, твоей, да, камертон которой И, значит, оберну низ макевары Так сказать, холстиной, толстым слоем И теперь, говорит, совершенно безбоязненно работаю лоу-кик вниз макевары И у меня лоу-кик вообще подбер А то он так говорит Имеет право на жизнь, почему нет? Можно, значит, обернуть И чисто психологически самостраховка возникает И, может быть, да, на начальном этапе пока навыка нету устойчиво Значит, бить по плоской макеваре вольню всей Вот А ее... Этого навыка... Этим навыком обладают и все мастера Он очень быстро приходит, если это делать Ну, если этого, ну, если до этого по плоской макеваре Не бил голенью, да, постоянно И с психологом Ну, навыка, конечно, нет Откуда возьмется Вот Но, вот я, значит, уверен И нисколько не сомневаюсь В том, что пройдет какой-то период И Сергей этот чехол снимет Ну, вот как-то, вот Капер, точнее В лучшем случае Вернее, если он что-нибудь оставит, да, на макеваре Просто подклеит вот такую же микропору На низ макевара, чтобы садить туда волки Я в этом нисколько не сомневаюсь Что-то, ну, произойдет Объясню, почему Ну, на самом деле Вот на своей же макеваре, наверное Ну, моей, имеется в виду, макеварой камертонцем Больше меня никто не работает Потому что я ее придумал, да Вот И поэтому я работаю на ней Больше, чем все другие Именно на этой конструкции макевара И работаю я каждый день, как минимум, час Поэтому Вот экспериментируя на протяжении долгих лет Почти 17 лет Я перепробовал все, что только можно И как только можно С аспектом не просто Вот в эмпирике, то есть опыт А в том числе и выкладок основанных на знаниях На специальных медицинских Вот То есть эксперименты мои Не были пустыми до перебирания чего-либо Иначе бы это просто заняло бы не мыслимое количество времени Они были прицельными Ну, они выявили кое-что Вот И, соответственно, основываясь на опыте на собственном Я могу сказать, что И все накладки на макевар Вот те, которые есть То есть и микропора И сама конструкция И техники И методики, применяемые при работе на ней Они уже выверены Ну, я их потому что совершенствую постоянно И, кстати, всегда прислушиваюсь К тому, что говорят Значит, адепты, кто работает уже на макеваре Условно Потому что Одна голова хорошо, две лучше Но некоторые вещи, которые я, несколько уже пробовал У меня сложилось А у ребенка, ну, мне не по этому поводу И поэтому я считаю, что Вот Самый лучший вариант Это все-таки микропора И не должна микропора Забирать С края макевары Ну, должна Надо вырабатывать в себе чувство Вот этой точности И чувство Навыка приложения сил Я помню в свое время Как-то, Сергей, когда приобрел у меня макевару Что сделал первым делом Он взял И, значит, отодрал Вот эту резину Микропору, которая была Первое Это самое первое, что сделал Он сказал Нафиг, нужна она И все Потом прошло какое-то время И он ее приклеил обратно И написал у себя на форуме Что Вот соглашусь, да Поработал И понял Что микропора Вот На байке Это самое то, что нужно Понимаете То есть Человек, который с опытом Богатым работал на макеваре Сделал вывод, что Да, подобрано совершенно правильно Все так, как надо Для других конструкций Возможно, макевар Подходит что-то другое Больше Ну, для макевара Камертон подходит Именно эту вещь В сочетании всех ее технологических Характеристик И микропора на макеваре Походит лучше всего Вот Таким вот образом О резюме главное Да Ну, вернусь к самому началу Лично я считаю Что Бить в макевару Лоу-кик И удары голенью другие Лучше В то Что на ней как бы есть Да Ну, если это макевары Камертон у вас Они, значит, МВШ И внизу на ней Нет резины То можно Резину либо купить Или заказать Или подклеить Микропором Вот Либо же Бить Чисто Маваши Туда Где уже Резина есть Если же у вас МВШ То никто Не запрещает Закрепить ее вам На том уровне На котором вам удобно Будет работать На гуле В свое время Когда я макевару Конструировал Значит Камертон Почему Резина клеится Именно в этот уровень Уровень Самый ходовой Для абсолютного Большинства техник А потом же надо Понимать Что Основные задачи Макевары Основные задачи Это постановка Приема И набивка И в этот уровень Можно Очень легко Набивать И Все поверхности Голени С стороны Голени Руки Локти Все Как бы Вымерено Но если нужно Вам Можно подклеить Эту резину Хоть до самого Никто не мешает Это сделать Вот таким Вот образом А что касается Набивки Стоп То стопы Я набиваю На доске На голой Которая Находится Под лисе Тем более Что И постановка Под ударами Ногами А я Считаю Что ногами Лисоко Пить Особо Не надо Ну Чуть выше Может уровня Пояса Чтобы по ребрам Еще садить Можно было Вот Поэтому Все постановочные Техники Для стритфайта Я работаю Хоть босиком Хоть в обуви Но Чаще всего По голой доске Которая Не находится Здесь Ну Это все Так что Никаких проблем Не вижу Работайте Удачи вам Всего доброго